РАПТОР Вот он, РАПТОР. Мы купили пузырёчек на пробу. Что такое РАПТОР? Общообразовательная информация для тех, кто не в курсе. РАПТОР – это текстурное покрытие от компании Viewball. Британская компания, которая поставляет на рынок вот такой материал, который предназначен для нанесения на те части кузова, которые подвергаются сильному износу. В последнее время РАПТОР приобретает такую популярность нанесения на весь кузов. Завалить весь кузов текстуристым покрытием. Можно колорировать разными красками, разными цветами и пигментами. И делать из него реально эксклюзивные цвета, эксклюзивные покрытия. Минус РАПТОРа в том, что сохнуть ему до полного своего состояния и придание ему реальных свойств, которыми он хвалится, нужно в течение месяца. Сушка целый месяц. Но тем не менее, сохнет он реально быстро в течение одного часа. Через час можно уже расклеивать и какие-то манипуляции с деталями производить. Вот такой вот пузырюлик. Мы взяли колорируемый, который можно по цвету подогнать. Как колорируемый. Колорируемый. Просто протестировать. Интересно, как это на дисках будет держаться. И самое главное, жидкоразведенный РАПТОР, какие у него будут свойства. Потому что многие говорят, что уже его хваленные такие механические свойства, стойкость к повреждениям ухудшается, чем больше его разводишь. Вот это интересно, насколько оно все ухудшается, насколько он держится. Лучше, чем просто покраска, хуже. Можно ли в дальнейшем просто на деталях это использовать. Будем хреначить его. Взяли юболовский растворитель специально, чтобы была максимальная совместимость материала. Не стали там какого-нибудь дерьма дать. Вот отвердос идет к нему. Вот так вот комплект. Будем его валить. Он тут вообще с антигравинника должен наваливаться. Но так как мы будем жидкий поливать, я думаю, с антигравинника получится фигня. Поэтому мы мастерски взяли. Купили наикрутейший пистолет фирмы Вика. За бешеные бабки. Вообще прям весь бюджет нашего проекта ушел на этот пистолет. Величайший пистолет из всех пистолетов, существующих в нашей стране и во всем мире. Дюза здесь 2,5. Короче, говно это одноразовое мы взяли. Чисто диски задуть. За форшмачем, посмотрим, что получится. В общем, будет интересно, наверное, смотрите дальше. А может и не будет интересно. А может и не будет интересно. А может сейчас мы какие-то хрен снимем, покрасим, все это поблесит, сдуется, что-нибудь там произойдет ужасное. Вот, в общем, как-то так вот. Берем бумагу. Берем лезвие, снимаем картонку. И что делаем? Делаем вот так. Рисуем округлость самого диска. Берем лезвие, прям вот так в магу обрезаем его. Кругляк вот этот вот берем. Кругляк вот этот берем. И одеваем мантону на голову вот так вот. Затем, вот, у нас обрадовался такой кругляшок. Все, чтобы не делать, чтобы не делать двойных действий, вот как делает Антон, сначала скотч под диск, потом все равно чем-то отклевать. Второй раз надо по кругу приклевать какую-то бумажку, чтобы закрыть всю резину. Мы сразу сделали, вырезали такую хрень. Но бумагу желательно использовать пошире. У меня был рулон пошире, ей удобнее, ее сразу загибаешь, и все, тут придется маленько повыпендриваться. И все, и делаешь те же самые движения, подсовываешь, но сразу приклеиваешь эту бумагу таким образом. Вот хуй, нет, чтобы сначала мне это сказать. Кто смотрел, как я делал, ни хрена ничего не сказал. Вот так заклеешь, получается, точно вот. Сволочь такая, вот эта вот сволочь вот эта вот. Сними. Не буду я снимать, сволочь вот эта вот. Я снимать тогда буду на свой телефон. Вот так вот, возьми оператора, он не снимает то, что надо. Вот Саша сейчас включит, так вот. Оп, все, загорелось. Вот. Вот так мы обклеиваем. Вот так мы обклеиваем диск. Вот. Не обклеиваем сначала один диск, потом заклеиваем бумагой и опять обклеиваем еще бумагу. Расход скотча в два раза больше. Делаем сразу, экономим скотч. Смотрим сюда. Вот. Экономим скотч, обклеиваем сразу бумагу. Понял? А вот это вот Антон. Ну, надо для антуража что-то создать. Тут у нас будет веселый смайлик. А тут у нас будет грустный смайлик. Я бы сказал бы, злобный даже. Тут у нас просто, я не знаю, смайлик уже с дырками вырезанными. Тут у нас будет такой фуганый смайлик. А тут у нас будет не знаю, такой с ухмылочкой смайлик. Этот человек сейчас занимается аэрографией. Я думаю, по таким рисункам сразу можно понять, что он рисует на машинах. Все, сейчас мы будем все клеить. Что мы будем клеить? Ничего не клеить. Сейчас мы будем красить диски, грунтовать их сразу, мокрым по мокрому, задувать белой краской, потом белым раптором. Мы переточили 220-кой, все диски, обработали все. Сейчас, вот где оголился алюминий, мы это все пройдем грунтом в аэрозоле, дешевейшим грунтом. Ну, в принципе, он свои свойства все равно выполняет, он укроет поверхность, шпаклевку, алюминий, все это, мы сейчас подгрунтуем. Тут же мы это все покрасим белой базой, вот, дабы не было бы просто с раптором, есть такие сложности, что он весьма так шагренисто ложится, и появляется просвет, и этот грунт будет светиться. Поэтому мы используем белый грунт, белую базу, вот, красим внутрянку белую, снаружи все белое, и потом покрываем уже белым раптором. Делаем такую мелкую шагрень, вот, разводим его, в общем, как-то вот у нас такая задача. Что в итоге получится, непонятно, что мы, в принципе, экспериментируем. Вот, ну, я думаю, все удастся. Открутовали белую грунту, я сейчас покрыл белой базой. Следующая стадия, поливаем раптором. Пополам, пополам, сейчас потели, так и разведем. Наверное, я сразу не буду, вдруг еще останется, да? Ну, короче, вот так вот делаем. раптор из себя представляет какую-то такую весьма соплеобразную хрень. Даже как-то на антигравий не похоже. Ну ладно, садим носом на подтяженник. Берем белую краску из-за ее наливаем, перемешиваем. Как где-то я слышал, что количество краски в рапторе у хупшара тоже свойства физически этого раптора, поэтому много краски не рекомендуется. Мы немного добавили, она, в принципе, побелела быстро. она и так не темная, да? Ну, ничего, я думаю, цвет белый, нормальный. Пойдет такой цвет? Нормальный. Или еще бахнет? Да не, пойдет. Ну, чтоб побелее было. Сравнивать-то будет нечего. Так, ну наша задача сделать чуть пожиже его. Мы не хотим сильно крупную шагрень. Да он и так, по-моему, жидкий. Да мне кажется, один шагрень. Или он разобьется потом. Так главное, чтобы ты его слишком жидким не сделал. Попробуем в таком, как он есть, в таком часе вот. Ставить. Нет, чтобы инструкцию сначала прочитать. А что я читать? Инструкция. Ловили отвердос. Фил. Шейк. Шуть. Вся инструкция. Чуть-чуть читать. Вот это просто покрашенной базой. И под раптора. Что вам сказать? В принципе, в принципе, наносится прикольно. Не разводя его даже с растворителем. Вот. Вот. Пистолетик. Его можно реально наносить по-разному. Больше дать давление, больше дать подачу. Он будет ложиться крупно, мощно заливаться в глянец. Разлить реально можно в глянец. Вот. Можно насыпать на маленьком давлении мелко-крупно. С пистолета, реально малярного. с дюзой два с половиной. Вот мы же специально купили гавнопистолет с дюзой два с половиной. Для типа жидкой шпаклёвки. Так бы. Ой, не жалко. Дешёвый гавнопистолетик. Вот. Можно реально положить разную шагреть. Не обязательно даже его размотить, как я думал. Пистолет, который в принципе предусмотренный, да, антигравитный, тупо антигравитный пистолет, он будет в основном одинаково шагретью. Есть небольшая регулировка, но она несущественная. На моём антигравитнике не нарепетируешь, мелкий шагреть никогда не сделаешь. Подачу материала тоже не отрегулируешь. Только давление можно. и вращение у этого согнушка можно более регулировать. Пистолет реально удобно. Ну, свойства. Интересуют, в принципе, свойства. Внешне он выглядит как просто белый антигравит. Реально вот антигравит лежит, чувачок придёт, глянет, скажет, ой, чё это? Скажет, ну чё, мне антигравит покрыли, чё это хренят? Вот, когда, допустим, свойства какие-то проявятся, реально он их там, не знаю, где-то по веткам, по грязюке, в песке, где-то поювозит, а им ничего не будет, это, конечно, интересно будет. Тут человек, я думаю, сообщит, будем поддерживать с ним общение, чтобы понимать, что с ними так, что не так. Мы, наверное, сейчас для себя ещё сделаем тест выкрас на крыле, вот, чтобы его пошкрябать, потому что это всё-таки через месяц надо делать, проводить безусловие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok